Доброе утро! Я сейчас еще в Канаде. Не понимаю, каким образом это оказался. Слишком быстро это произошло. Знаете, обычно ждешь там поездки, что-то. А как же это произойдет? А когда? Собираешь вещи, а тут вообще 1-2-3 минуты все и здесь. Даже не поверил, когда я с ним проснулся. И наши скромные обители, которые мы сделали на Airbnb и все, чем я пытаюсь с Марином на этаже. Ага, доброе утро. Не Арина меня? А, тут миленько. Ощущение, что я в деревне, на такой небольшой деревушке. Прям такой вид из окна. Не видно. Почти ничего выше третьего этажа. Я не понимаю, как это произошло, но мы опять оказались в шаурмечной шеф-повара. Он опять будет готовить эту же фигню. Говорит, братан, сейчас я тебя в лаваше заверну, чтобы круто, но вот раз с курицей. Посмотрим, посмотрим. В этот раз с сыром. Я не понимаю, как это есть вообще. Гоу! Это же очень похоже не на шаурмо, а на гира. Знаете, как в самом Краснодаре очень много закусочной гира. Вот это очень похоже, только с другими соусами, с другими начинками. Венесоусками нравится больше, скажу честно. А теперь в парк. Погода как в Москве, только не грязно. И куча-куча снега. Кайф. Парковка возле парка. Ну, это единственная, которая где можно дробить тачку стоит 16 баксов. Парадайз. Это вообще мой парадайз, а не твой. Да, ты. Парадайз. Я люблю. Парадайз. 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 Я люблю Россию, но не буду ли. Это тяжело быть так. Почему это? Три месяца за годом? Посмотрите на этот флоер. Посмотрите на все. Но не дурчат, как в России. Ко в Таллине. Дурчат? Да, это ужасно в Таллине. Я надеюсь, что очень круто выглядит на камере. Везде снег, елочки и так далее, так далее. Но нам не особо нравится, особенно Данил из Венесо. Ха-ха-ха! Бесится! Просто карлик! Ха-ха-ха! Джастин Долл, собрайся новый велик. Сколько килограмм? 8,4. А сколько у тебя? Жестко. Такой вот опыт, такой вот опыт я сломал за 15 секунд катания. Это Алинейшн Мелис. Может быть, конечно, мне не повезло, сильно сомневаюсь. Больше грешу на его ненадежность. А он еще такой сзади поставил. Все титановое, титановое, титановое. Здесь тоже титан, везде титан. Рама весит примерно 2 кг. Чуть-чуть меньше, чем 2 кг. Моя весит 2,4 кг. Я никогда в жизни не буду спрашивать вес на раме. Знаете, когда вот они разлетаются, это самое страшное. Ну, его нафиг надежность. Ну, нет, можно погнать за весом, чуть-чуть там облегчить, можно сразу пиццы, покрышки. Но нафиг экономить на раме. Но велик максимально легкий, прям чувствуется. Ахаха! Ха-ха-ха! 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 30 минут до начала раскатки. У нас будет один час раскатки, потом сразу квалификация. И все. И домой. Опять бездельный день. Почему все контексты проводятся вот реально под вечер. Нельзя сделать так, чтобы вот приехать, отстреляться и все. Свободный день. Пошел по городу, посмотрел достопримечательности. И бла-бла-бла. А так ты просыпаешься и ты не хочешь тратить силы. Ты хочешь просто сидеть, экономить, потом ворваться на квалификацию. Ну и после этого уже что-то делать. А после этого уже пора спать. Не мучайся, дружок. Если останется время, нужно пройти, потому что это огромная вело-выставка. Здесь куча всего. Всякие запчасти, ништяки. Может быть есть то, чего я раньше не видел. Какие-то инновационные технологии, придуманные Америкой и Канадой совместными усилиями. Скоро узнаем. Это все-таки максимально приятно, даже когда находишься в Канаде, в Торонто, подходят чуваки и такие, блин, Костян! Здорово, я тебя знаю. Вообще, респект. Респект. Очень круто катаешься. И не то, что это какое-то самолюбование. Просто приятно, что то, что я делаю, оно как-то вдохновляет других людей. Классное чувство. А мы уже на выставке. В принципе, здесь ничего не видно, кроме обычных байков. Все будем искать BMX запчасти. Вдруг что-то найдем. Я думаю, что это нужно BMX-магазин, не правильное. Да, но я думаю, что есть BMX. Я думаю, что только BMX-магазин есть. Ты думаешь? Да. И они не имеют ничего. Давайте проверим. Получается, это единственный BMX-магазин, который здесь есть. Огромная выставка, и складывается ощущение, что BMX умирает. Один маленький стенд. Вообще. За стеной от всей выставки. Обидно. О, это моя машина. Именно такие покрышки будут стоять на моем новом велосипеде, кстати. Такой небольшой спойлер. Какие у меня будут покрышки на моем новом велике, а байкчих я сниму уже через несколько дней. Кстати, должен быть, в ближайшее время. Ладно. Ладно. Немного BMX-а будет в этом видео. Сейчас поснимаю. Но буквально 10 минут. Какие-нибудь самые яркие трюки. Поехали. флитфон, 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 флитфон Тайна в фатале, городская суета Долг мэджик, им нужны простые чудеса У тебя есть сумка стиля, но она не та Бэйби, tell me, ты просто в системе, бро Остаюсь цел, это лазерный крейцел Мусора слили бюджет, ведь я не удел Я один на десять, суп бич, я стейди пиппит На экстенду клиппит, двадцать пуль, я скатебипит Деньги на полу, я курю Я хочу сказать вам небольшую подсчетку, посмотрел комментарий, с чего вы вдруг взяли, что я назову свою раму РАФ Я как бы, может быть, у меня есть какие-то чувства, как я говорил, к РАФ-4, нежные воспоминания Но знаете, это как первая девушка, может быть, у меня некий первый сексуальный область Он есть, ты ему благодарен, но ты не хочешь о нем вспоминать Короче, все эти комментарии, что рама будет называться Тойота РАФ-4 Или просто РАФ, забудьте, бред полный, такого не будет Я никогда не назову свою раму РАФ, и ничем связано с Тойота, я никогда не куплю себе Тойота Но это не точно Вот так вот, небольшая подсказка дана Все на старте, все готовы Сейчас 30 минут раскатки, потом квалификация Пожелайте мне удачи Я погнал Я откатался Первая попытка норм, чисто, хорошо Вторая попытка Решил кинуться на ДиКей в Кодре Это как красиво стоишь Типа сейчас пас один друг, ну как щелкну Короче, упал или неважно Что думаешь? Сил не хватило еще Ну а по факту Ну прошел, не прошел Честно, думаю нет Если нет, то есть большой плюс Мы завтра сможем пойти в центр погулять В Джурайд погадаться О, в Джурайд погадаться В натуре, завтра можно ворваться Джурайд, оказывается, стоит 20 баксов за одно посещение 30? 30 баксов за одно посещение Нормально Раньше парился из-за страховки Ну знаете, всякое может произойти А тут в другой стране и что делать непонятно Зато теперь не парюсь У меня есть картинка по All Airlines А мне с ней дают страховку для путешествий Работа почти во всех странах мира И о безопасности Ладно, все, все Викторная пала закончена Короче, ребята, я сейчас решил быстро снять байк-чек Рихи Вероне Сколько весело? В килограмме 7 кг Это было меньше, да? Да, было 6,5 кг Блин Мой велик весил... Сейчас весит 7 кг, а весил раньше 6,5 кг с тормозами И это мясо Все Титаниум Барс Фрейм Форк Крэнк Крэнк Картинка Крэнк А вообще В Чище Барс Фрейм Похоже О, ты всё же сами Они сделали по тебе? Да О, это классно У вас есть какие-то идеи, как сделать это легче, чем сейчас? Да, я смогу получить 1 кг от этого. Окей. Вот еще полкилограммчик скинет. Ты боялся, чтобы ездить эту байку? Нет. Ты никогда не пробовал что-то? Я пробовал первый фрейм. Но последний фрейм я ездил за 2 года. И это было хорошо, я продал его. Сколько это cost? Какое-то же самое байк? Чтобы построить это? Я не знаю, я изменил так много фрейм, но много. Сколько? Американцы? Да, американские в долларах. Наверное, 8 тысяч. 8 тысяч? Да. Блин. Просто 8 тысяч баксов за такой велосипед. 8 тысяч баксов за такой велосипед, это получается 400 косарики. Почти 500, 500 тысяч за велосипед. Блин. Я даже не получил все части. Я получил какие-то вещи для бесплатно. А какие-то я просто получил. Но все, это невероятно. Он стоит просто в 4 раза дороже, чем мой велосипед. В 4 раза. Какое мясо. Это самый дорогой BMX в мире, так что это даже не кликбейт, а реально так. 8 тысяч баксов за велосипед. Жестко. Жестко. Спасибо. Это круто. Я бы попробовал на таком прокатиться, но не больше 15 минут. Потом бы стало страшно, что он может сломаться. Я рад, что получилось показать вам самый дорогой байк в мире. И даже сделать некий байк-чек. Рассказать о нем. Если понравилось, ставьте лайк. И возможно вам интересно, кто вообще смотрит другие байк-чеки других человек. Ну, в общем, лайк. Лайк, пацаны, мне нужно это. Реально, почему раньше видосы собирали по 50-60-70 тысяч просмотров, когда было в 3 раза меньше подписчиков. А сейчас нас становится больше с каждым днем. Меня это радует. Но просмотров становится с каждым днем меньше. Вам не нравится все, что я делаю? Если нравится, поставьте лайк. Спасибо. Мы где-то близко от Донтауна. Прямо отсюда виднеет все эти башни, попробую показать. Кайф вот так светится прямо. Как будто останковская башня, но вокруг нее есть еще высокие дома. Одну семь беседом. В Yaz서 absolument т А conquered Кgy pengываль себе! Осы трезинники 96. А от тебя такое. Русски шешешешешешешеш. Неличь вотritos. О快! А теперь прошу. Расскайешешешешешешешешешешешешешешешешешешеш. Стильный? Стильный? Русский секс стильный Стильный русский секс Стильный русский секс Это то, что ты любишь Ты никогда не был с русской девушкой? Да Кто вернулся для паркинга? Я забыл мой валет Как комбинент Как комбинент Где? Где? У меня нет денег У тебя есть кредит Дебит Дебит Не работает У тебя есть канал youtube Вы делаете миллион Русский рубль Я желаю Но если у меня есть много денег Я потратил все деньги Не делай это Это плохое бизнес Я не требую денег Это очень полезно быть плохим Это хорошая диет Да Только вода Это так Как я потерял 10 кг в Америке Я потерял 10 кг в Америке Ты можешь потерять 10 кг в любом месте Если ты плохой Может это почему ты так волшебный Да Венезуэла была сложная Да Мы знаем Венезуэлы Есть офигенная история Вчера услышал У них будет проходить официальный контент Все один как вот этот С балами Олимпийскими Но есть одна проблема В Венесуэле прямо сейчас Война Там революция Смена власти Там нету кредитных карт Там вообще ничего Убера И даже Даже Дерс не поедет туда Он говорит Ну ему нафиг опасно Слишком опасно Не хочу рисковать жизнью ради каких-то очков Интересно Мне просто интересно Сколько BMX-еров все-таки туда поедет А, кстати, отличная новость Мы с Ириком прошли финал Ирик на 10 месте Я на 11 Как бы Кайф Поднапряжемся И будет лучше Ребята, мы Можно сказать, чилили сегодня вообще И мы опять в Миннесоевском ресторане Опять Нет В Каракас мы не поедем Ну нафиг это Венесуэл Ну нафиг это Венесуэл Не опасно Ирик ты как? Не готов? Ты правильно Это слишком опасно, братан Дружище забирай все очки Вот эти 400 баллов Они твои Все 90% убийств Венесуэля остаются нераскрытыми Нет Арипа Выпей Нет Нет, 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 нет Официальный спорт, конечно, круто Олимпийский балл это круто Но быть убитым в Венесуэле Совершенно не круто Мы поучаствуем в прорыве Для проект Москвы Я нашел Забайки достаточно У меня вчера разделилась камера Я так и не показал Здесь прикольная ситуация С хатами Airbnb Не нужно встречаться С хозяином То есть мы сняли комнату Здесь все супер просто Короче Вот дверь Здесь вот эти замки Сразу же С кодовым паролем Который тебе присылает По e-mail Ты его убиваешь Вываливается ключик От комнаты Ну это вы видели Я вчера здесь бил Мне выдался ключик Просто входим дальше Ключики сразу же С ключом Открыла От квартиры самой И от комнаты Изи Ладно Тяжелый день Сейчас отдохну до спать Спасибо за просмотр Увидимся в следующем Надеюсь вам понравилось Обязательно репостите это видео Обязательно расскажите о нем друзьям Поставьте лайк Это действительно важно Я думаю Может быть сократить количество серий Чтобы не выпускать эти нудные серии Как предыдущие к примеру И сразу же бомбить Такие крутые Как сегодня В общем Если вам все понравилось Лайк Коммент с вас Репост И увидимся в следующей серии Пока